Здравствуйте, друзья! С вами Дачный Сюжет и я, Галина. Сегодня 4 марта и я хочу продолжить вырезать свои розы. 2 марта я вырезала, основное вырезала, которые чайно-гибридные флорибунды. А сегодня я хочу показать, какие есть флорибунды шрабы. Вот, например, у меня Боника, она как-то не то, не сё. Парковые. Ну, если время останется и не замёрзну, я ещё покажу, как я вырезаю плетистые. Вы опять спросите, а почему вот так рано, может, пускай попозже, пока начнут почки просыпаться. Но почки начнут просыпаться только тогда, когда оттает земля. А земля оттает, когда она ещё не высохла, по ней ходить очень нежелательно, потому что мы её упрессовываем. Поэтому я вот сейчас так рано пытаюсь обрезать свои розы. Розы, благо погода позволяет. Сами видите, всё растаяло, верхний слой оттаял, грязи на ногах будет много, но розы мы обрежем. А начну я обрезать с Боники, как я сказала. Она считается и флорибунда, и в то же время можно шрабом. Но слой оттаял, видите, очень большая. Вот давайте я сразу покажу, какая большая она у меня в прошлом году вымахала. Вот, смотрите. Вот, это где-то на метр семьдесят. Посажена она у меня очень удобно. Она в верхней части, в общем-то, она не мешается. Но, почему я вот обращаю внимание на неё? Все свои чайно-гибридные и флорибунды я обрезаю, по сути дела, коротко. Это редкие-редкие, которые веточки у меня, которые розочки, остаются на пяти-шести почках. Это называется средняя обрезка. Можно оставить выше, но так как у меня был мой печальный опыт, неинтересный, я высоко не оставляю. А вообще я обрезаю все свои розы на три почки в среднем. Ну, где-то чуть больше, чуть меньше. Временами даже бывает совсем в уровень с землёй. А так как у меня всё посажено очень на 15 сантиметров, заглубленный, в общем-то, в основном, всегда хорошо, нормально зимует. Ну, а вот из бонника я сделаю немножко по-другому. Ну, во-первых, я удалю все вот такие вот веточки, которые разлапистые, уже которые цвели в прошлом году. Вот это вот удалю, маленькие все, тоненькие, хоть я и удаляла, но всё-таки, видать, проглядели. Я сделала где-то что-то. Вот эти все старенькие я удаляю. Потому что на нем они, может быть, и будут цвести, но цветы будут гораздо мельче, гораздо неинтереснее, букетики будут друг другу мешаться. Поэтому я всё это мелкое и мелкое и старенькое всё удаляю. Вот получается, вот, например, вот здесь вот одна веточка есть. Вот есть одна старая, а одна молодая. Вот эту старую я отрезаю. Хотя она идёт, в общем, снизу идёт из одной ветки. Старенькие мы вырезали, чтобы не мешались они нам. А вот здесь вот я буду делать высокую обрезку, где-то на почек 8-10. Это где-то вот так. Ну, буду, конечно, смотреть, где самая мощная почка. Боника, она хоть здесь вот и стоит, но когда она цветёт, она пытается развалиться. Поэтому я буду стараться делать, искать почки, те, которые идут внутрь куста. Будет это нормально. Я вот где-то вот на такой высоте буду обрезать. Миллиметров 5 оставляю над почкой и обрезаю. Вот это вот немножко не нравится мне, но я вот чуть покороче. Вот это вот немножко, видать, не созрело, пропало. И вот так я примерно всё обрежу. Вот так. Вот это у меня сорт Боника. Всё, с Боникой мы разобрались. А вот это у меня роза парковая. Но я её покупала на рынке, пока доехала до дома, я забыла, как она называется. Но очень симпатичная. Начинает распускаться она, как сливочное масло по цвету. А потом становится белой. А вот с парковыми розами надо очень осторожно. У меня тоже был такой отрицательный опыт, когда у меня я свою Ренде Виолетт взяла, вырезала здорово. И вы знаете, ну хорошо, что она сохранилась. Здесь я буду только смотреть те, которые совсем очень тоненькие внизу. Те, какие поломанные, отболевшие. Или вот совсем сильно загущают. Так что с парковыми очень осторожно. Вот так вот. Просто вот эти вот кончики, которые не вызрели. В общем-то, понемножку её сформировать. Если не нравится, конечно, высокая, можно, конечно, её занизить. Но здесь она мне не мешает так же, как и Боника. Поэтому я её слишком занижать не буду. Она, в общем-то, очень неплохо здесь смотрится. А вы знаете, почки начинают распускаться. И это 4 марта. Караул. Вот те, которые вот и не вызревшие были, например, или вот эта вот как раз цвела. Веточка осталась после цветка. Вот можно вот эту тоненькую убрать. Вот здесь вот пониже обрезать. Ну, очень осторожно. Сильно, очень сильно вырезать парковые нежелательно. Можно будет её потерять. Вот, наверное, и всё. Всё. Вот с этой парковой, которая сливочная, всё я закончила. Пойдёмте дальше. А вот ещё одна у меня парковая. Вот если ей... Вот смотрите, опять какая высокая. Вот она, вот она, вот она, вот она. И это она уже у меня подрезана. Если ей не прищипывать, она у меня вымахивает где-то чуть ли не под 2 метра. Поэтому я её обрезаю. Её я немножко всё-таки занижу. Ну, какой сорт, тоже не знаю. Привезла дочь. Искала-искала по интернету. Подумала, что это терракота. Цвет изумительно красивый. Ну, просто очень красивый. Запах изумительный. Ну, почитала, что терракота в ней пахнет. А так как дочь привезла уже с цветами, я понюхала. Поэтому я прямо вот на переднем плане вот прохожу обязательно мимо неё свести. Вот что же теперь я с ней хочу сделать? Я просто её занижу. Потому что мне такая высокая не нужна. Я ей сделаю среднюю обрезку. Вот смотрите, сколько здесь почек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь почек. И я примерно так оставлю. И вот так вот все примерно вырежу. Но в течение лета мне пришлось её дважды именно занижать, обрезать. Потому что ну уж очень высока. Она просто здесь ни к чему такая высокая. Ну, очень красивая, но замечательная. Просто мимо неё пройти невозможно. Вот будет весна. У меня в комментариях уже написали, хотим посмотреть продолжение. Ну, продолжение обязательно будет. Как же не показать? Продолжение будет обязательно. Вот так вот я её и оставлю. Вот её сразу поставлю вот в такие держатели. Кстати, вот посмотрите на держатели. Вот эти держатели мне очень нравятся. Вот этим держателям, не соврать, лет 15, если не больше. Они внутри столистые, плюс облитые пластиком. И я их использую и под пионы, и вот сейчас под розы. Можно использовать под молодые кустарники. Ну, очень хорошие. Чем они мне нравятся? Их не видно. Когда зелень распускается, их не видно абсолютно. Поэтому вот я рекомендую. Пластиковые, совсем пластиковые я не люблю. Вот эти толстые я не люблю, хотя и есть. Сейчас как раз на соседней розе у меня стоит. Но там таких вот металлических нет. А вот теперь давайте посмотрим мою кончерто. Которую, в общем-то, не знаю, как правильно. Вот её я тоже режу. Вот она не боится обрезки такой конкретной. Так что будем резать. Опять вот именно получается, надо смотреть на фактуру куста. Какой сам куст. Большой или маленький, развалистый, неразвалистый. Я всегда это дело смотрю. Вот видите, уходит. Вот вроде бы можно вот эту ветку было бы оставить хорошую. Но куда такую громадину здесь? Я вот так вот обрезаю. Старый я уже совсем старый. Который уже с тёмными стволами. Я, как видите, вырезала по осени. Вот смотрите, какие я не жалею. Красивые, зелёные. Но я не жалею. Я всегда говорю, мы пожалеем, а потом сами себя жалеть будем. Когда они уже распускаются, их жалко резать. Когда цветут, тем более. Поэтому пока сейчас не так жалко, мы их порежем. Вот с другой стороны, конечно, действительно плохо. Вот что я не знаю многие сорта роз. Ну как я всем говорю, я не коллекционер. Я любитель. Мне было самое главное, чтобы красиво. Поэтому я могу действительно купить розу потому, что только потому, что она красива. Но вот этот вот кустик веточкой лезет внутрь куста. Я её аннулирую полностью. Как и на всех кустарниках. У меня здесь тюльпаны посажены, которые уже всходят. Поэтому я тут очень осторожно хожу. А вот это мелкие кусты веточки можно вырезать. Она как-то вот эта роза, она очень это спокойно переносит. Оставлю только вот эти большие, толстые, мощные ветки. У меня здесь. Я веточку. Я не знаю. У меня. Я не знаю. Я не знаю. Что-то. Я не знаю. Я знаю. вот так вот вот что осталось от моей розы закончила я здесь с этими розами ну остальные я примерно пойду резать точно также а потом покажу что получилось а вот теперь вам хочу показать плетистую вот этот сорт я знаю на нем потому что была бирочка называется компасион но я ее держу в низкой форме я ее хотел вроде сюда посадила хотела думаю разваливаю в обе стороны на мне как заборчик но как-то знаете не пошла она у меня я ее держу вот именно как будто бы шраб вот я ее сейчас так вот и обрежу так как мне ну ну какая мне нужна высота вот обрезаю ее так она получается и принимает форму кустовой что мне в общем-то очень нравится вот и все что от нее осталось а вот рядом с ней растет роза которую я купила на рынке не на рынке она выставки на ВДНХ которую мне продали как эльф но это все что угодно только не эльф ее я тоже вот так вот коротко обрежу коротко обрежу вот эти миленькие я сейчас посмотрю погляжу как они себя чувствуют оставлю я их пока обрезать никогда не поздно у меня с этим делом шустро вот две плетистые которые будут расти как обыкновенные кустовые розы пошла дальше стричь вот что и Продолжение следует...